Салем Казахстан, Айбек Забитов, организатор движения Патриот номер 405. Сегодня я расскажу о целях и задачах нашего движения. Всем известно то, что правительство Казахстана, прибегая к уголовной статье 405, преследует по политическим мотивам гражданских активистов, которые сопротивляются и дают отпор диктаторскому режиму Нурсултану Назарбаева и само основание для возбуждения уголовных делах это тайное решение Иссийского суда, которое вынес Мажитов Руслан Бахджанович. И самое что интересное, то что на процессах никому из обвиняемых не показали данное решение и не ознакомились с этими материалами дела. и нету никаких фактов, то что мы экстремисты и даже нету никаких признаков. И это решение таки никто не может увидеть. Были запросы со стороны адвокатов, юристов, но к сожалению мы его таки не увидели, но несмотря на это люди получают реальные сроки тюрьмы и ограничения свободы, а также запрещают заниматься общественной политической деятельностью. И вот наша основная задача это объединить всех осужденных по 405 статье и подать коллективную касационную жалобу. Ну а также наша цель не только получить на руки материалы дела о решении суда, но также опротестовать его и аннулировать. Ну а также я хотел сказать, попутно мы будем заниматься с пробационной службой, которую также нам навязали по решению суда, где надо отмечаться каждые две недели. И что я хочу сказать про пробационную службу, то что они не только должны за нами бдить и контролировать нас, но у них перед нами есть обязательства. И эти обязательства это устроить нас на работу, предоставить медицинские услуги, образовательные курсы, а также юридическую помощь. И вот на этом примере я хочу привести моего друга, соратника, а также гражданского активиста, правозащитника Айдара Сыздыкова, который, зная свои права, зная законы, дает им сопротивление, и он оказывает на них давление на службу пробации. Ну а по этой теме мы еще сами детально потом еще поговорим, обсудим. Но также хочу я вот на данный момент обратиться к гражданам Казахстана, которые хотят и могут нам помочь распространение фактов нарушения о правах человека в Казахстане. Это сделать очень легко. Это можно сделать через приложение Twitter. И этим вас могут научить, обучить и предоставить материалы, такие вот правозащитные движения, как Хахарман, Дана Жанай, правозащитное движение 405, Анна Шукеева, Веритас, Алман Рушева, Фемина Вертуте, Олбусан Турдеева, а также правозащитное движение Елемай, Райгуль Садрбаева. Пожалуйста, свяжитесь с этими людьми, их очень легко найти на просторах интернета. Они активно пользуются Facebook, Twitter. Ваша помощь нам необходима. Рахмет. Но самое главное, что я хотел сказать, это оказывать давление на наше правительство. Есть такой действующий метод, способ, самый эффективный, это выходить на массовые митинги по призыву демократического выбора Казахстана, ДВК, Айбек Сабитов, свободу политзаключенным. Аллах Казахстан.